Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Ряд торговых объектов снизит наценки на ряд социально значимых товаров на ближайшие два месяца. Об этом говорили на заседании правительства. В Карачао-Черкесии запущен проект «Бизнес». В его рамках предприниматели рассказывают о том, как они строят свое дело в новых условиях. Сто лет исполнилось бы первому карачаевскому профессиональному литературоведу, ученому Асиат Караевой. Этой теме посвящена встреча в библиотеке. Вековой юбилей отмечает и военный комиссариат Карачао-Черкесии. За сотрудничество грамоты получили представители республиканских СМИ. Сегодня в правительстве Карачао-Черкесии состоялось совещание по вопросам ответственного ценообразования, направленного на добровольно взятие на себя обязательств по снижению цен на отдельные социально значимые продовольственные товары. Крупные республиканские торговые объекты «Меркурий», «Смарт», «Рица», «Склад», «Заморозки» и «Мир» согласились с предложениями правительства республики снизить наценки на ряд социально значимых товаров на ближайшие два месяца. Принятые обязательства позволят ограничить наценку на сахарный песок не более 5%, на молоко, муку пшеничную, подсолнечное масло, а также на овощи и борщевого набора не более 10%. Вместе с тем риэлторов проинформировали о существующих государственных мерах поддержки бизнеса в условиях санкций. Как выжить в условиях санкций бизнесу? Народный фронт и Центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» в Карачао-Черкесии запустили в регионе проект «Бизнес», где предприниматели рассказывают о том, как они строят свое дело в новых условиях. Суть проекта в том, что предприниматели записывают видеоролики, где рассказывают, как они работают в новых реалиях и на что сейчас необходимо обратить особое внимание. Совет выслушала и Мадина Каракетова. Руководитель регионального исполкома общероссийского народного фронта в Карачао-Черкесии Людмила Капушева констатировала, что от санкций в первую очередь пострадал малый и средний бизнес. Видеоролики с содержанием практических советов, как выжить, могут стать спасителями для тех предпринимателей, которые еще не до конца смогли сориентироваться в новых экономических реалиях. Для нас это важно было, как для Народного фронта, чтобы люди увидели и услышали друг друга, поддержали морально, психологически и показали, что санкции, которые вводятся против России, против россиян, не останавливают развитие экономики, не останавливают нашу жизнь с вами. И мы готовы к тому, чтобы преодолевать эти препятствия и преодолевать это достойно. Для некоторых предприимчивых бизнесменов сложные условия, в которых они оказались, стали даже новой отправной точкой, открывшей перед ними возможности, на которые в обычных условиях они, быть может, даже и не обратили бы внимания. Я уже знаю, что есть такой отклик от предпринимателей. Кто-то был чуть-чуть растерялся в этой ситуации, не знал, что делать, но они посмотрели на своих коллег и на сегодняшний день уже по-другому планируют свою дальнейшую деятельность. Вот это для нас было главное. Даже из кризиса можно подчеркнуть выгоду, уверена Сван Харцизов, руководитель регионального отделения Союза предпринимателей «Опора России». Из кризиса 2014 года, когда от курс доллара резко подскочил, предприниматели сделали вывод, что товары можно экспортировать. И в те годы действительно в стране увеличился экспорт товаров. Кризис 2020 года показал предпринимателям, что можно хорошо сэкономить на командировках, гораздо выгоднее связываться с партнерами удаленно и даже вовлекать в работу специалистов из других регионов. И тоже удаленно. Кризис 2022 года показал нам всем, что не нужно столько печатать документы на бумаге. Кризис с бумагой, который относительно недолго продлился, но в ближайшее время закончится, показал, что практически все можно оцифровать и не надо ходить, как каждую сыребную записку или какие-то договоры распечатывать. Очень быстро, в течение одной недели, большинство организаций перешли на цифровый формат работы. Многим небольшим компаниям кризис открыл глаза на свободные ниши для деятельности. Кому-то помог перепрофилироваться, оптимизировать логистические издержки, да и государство усилило меры поддержки. Началась, по крайней мере, с нашим отделением опоры. Началась более плотная работа с центром «Мой бизнес», с правительством республики, с кабинетом министра. Потому что нам пришлось более тесно работать для написания мер поддержки предпринимателей, чтобы правительство, в первую очередь, сами начали активно нас, так сказать, вызывать, спрашивать, какие меры необходимы, как мы считаем, что необходимо сейчас для предпринимателей. И ввиду того, что эта работа велась уже не в онлайне, а в более в тесном контакте, принятие ряда мер поддержки намного ускорилось. В Карачаево-Черкесии сформирован оперативный штаб по противодействию ограничительным мерам и поддержке экономики под председательством главы республики и уже предложен первый пакет мер поддержки для предприятий Карачаева-Черкесии. Руководитель центра «Мой бизнес» Артур Изао выделил среди них введение моратория на проведение любых плановых и внеплановых проверок предприятий за исключением сигнала об угрозе жизни и здоровью сотрудников. Из мер государственной поддержки можно также выделить и предоставление по льготным процентным ставкам микрозаймов от микрокредитной компании Карачаевской республики. На сегодняшний день при ключевой ставке центробанков 20% ставка по микрозаймов заморожена в размере 7% годовых. Программы льготного кредитования предусмотрены и банком МСП. Артур Изао также отметил, что на базе центра «Мой бизнес» проводится работа по сбору и анализированию обратной связи от бизнес-сообщества, в рамках которой предприниматели имеют возможность обозначить проблемы, с которыми они сталкиваются, и предложения по преодолению кризиса. Вся эта информация будет изучаться и использоваться при составлении следующих пакетов мер антикризисной поддержки. Водина Каракетова, Мухаммед Ошибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 422 человека. Из них 44 223 выздоровели, 47 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесии ночью и утром небольшой дождь. Дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5-7, а днем 15-17 градусов тепла. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом. И он только твой. «Айленд» – диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Продолжаем выпуск. Декада литературы, искусства и науки карачаевского народа открылась в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. В этом году она была посвящена столетию со дня рождения первого карачаевского профессионального литературоведа ученого-члена Союза писателей СССР Осиат Караевой. На вечере памяти побывала шерифат Лепшокова. К нынешней декаде сотрудники библиотеки готовились за годя. В преддверии начала мероприятия они ознакомили собравшихся с выставкой, на которой представили книги более 180 карачаевских авторов. Там же кандидат филологических наук Фатима Мамчуева рассказал об истории и развитии карачаевской литературы, начиная с послереволюционных лет. Когда властвовал фольклор с его упором на поэзию, со стихами и поэмами Каспута Качкарова и Смела Семенова-Джирчей. А уже в 30-х публикуются стихи Иссы Каракотова, начиная свой творческий путь Усма Хубиев и Халимат Байрамукова, будущие классики карачаевской литературы. В том числе и их творчество исследовала основоположник карачаевского литературоведения, критик и ученый Асиат Караева, чье столетие отмечали на открытии Декады. На мероприятие были приглашены представители исполнительной власти, науки, общественных организаций. Присутствовавшие отмечали ее заслугу в создании письменной истории не только родной литературы, а в большей степени и культуры в целом, осмыслению ученым, творчества ведущих писателей, определивших путь и становление карачаевской литературы. Асиат Исмаиловна – автор целого ряда проблемных исследований, посвященных актуальным темам многонациональной литературы, среди которых такие монографии, как «О военной прозе в карачаевской литературе», «Обретение художественности». Она ввела в научный оборот карачаевскую литературу, что сделало ее имя широко известным далеко за пределами нашей республики. Во время своей работы заместителем директора НИИ по научной работе Асиат Караева способствовала изданию этнографических очерков, словарей на языках народов Карачаева-Черкесии, учебников и хрестоматии по истории карачаевской литературы. Благодаря ее личному ходатайству в Комитет по науке и технике многие карачаевские ученые были направлены в различные институты страны, что было очень непросто для представителей репрессированного народа. Широко известная деятельность супруга Асиат Исмаиловны. Пасхнук Араев входил в состав первой делегации, отправившейся в Москву с просьбой о реабилитации карачаевцев. Дочери Зухра и Лейла известны в республике ученые. Они также присутствовали на мероприятии. Есть семьи, есть такие личности, судьба которых совпадает с судьбой времени, с судьбой того государства, в котором они проживают. Вот это была такая семья, и это была такая судьба. Ничего их не миновало. И распулачивание, и 1937 год, и война, и поселение, и возвращение. И послевозвращенческое время, которое было совсем непростым, везде и повсюду Асиат Исмаиловна, она проявляла свой характер, свою принципиальность жесточайшую, свою храбрость. В стенах библиотеки с концертной программой выступил и фольклорный ансамбль из Карачаевска «Алибек», в котором бережно сохраняют старинные традиции карачаевского пения. Орайда, 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 Киритин, Киритин, Орайда. Сегодня военный комиссариат Карачаево-Черкесии в торжественной обстановке отметил вековой юбилей. В этот день в гости к действующим представителям подразделения, ответственного за военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в регионе, пришли ветераны службы, а также сотрудники территориальных военкоматов и журналисты. Участникам мероприятия показали фильм, подготовленный к столетию создания военного комиссариата Карачаево-Черкесии. После поздравительной речи его руководителя Сергея Белобородова состоялось награждение тех, кто на протяжении многих лет делал немало для популяризации деятельности подразделения на территории нашей республики. В числе отмеченных и несколько сотрудников региональных печатных и электронных СМИ, в частности, наша телерадиокомпания в лице редактора «Вестей» Светланы Шагановой. В свете нынешнего, довольно непростого для населения страны периода, огромное значение приобретает меры поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На что могут рассчитывать граждане, которые числятся у судебных приставов в списках должников? Какие основания должны быть для положительного решения вопроса по отсрочке и рассрочке платежей? На эти и другие вопросы нам ответила представитель региональной службы судебных приставов Залина Шевхужева. Федеральная служба судебных приставов РФ рекомендует должникам не скрываться от судебных приставов исполнителей, а в тесном контакте взаимодействовать с судебными приставами исполнителями. И если есть такая необходимость, воспользоваться своим правом о предоставлении отсрочки или рассрочки. Также хотелось бы отметить, что у должников имеется право обратиться в суд за изменением способа порядка исполнения исполнительного документа. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова